Так, аномалии продолжения или окончания. Сейчас посмотрим, успеем ли. Ну и опять я ложанул в тот раз. Там, где написано x минус 1 делится на 2x, кажется, плюс 1 в z по 6z, в самом начале предыдущего ролика от x, следует читать x минус 2 делится на 2x минус 1. Ибо действительно x минус 2, ну существует многочлен, да, строго по определению, существует многочлен, который при умножении на 2x минус 1 дает x минус 2, именно 3x плюс 2. 3x на 2x — 0, минус 3x плюс 4x — x, минус 1 на плюс 2 — минус 2. Все, теперь правильно. Ну это ладно, это как бы эти ошибки не очень существенные, хотя, конечно, позор мне. Но они не, суть-то они не меняют. Значит, у нас есть такие всякие аномалии. Так, продолжаем с понятием простоты. Ну вот, например, давайте рассмотрим z по 8z. Очень богатая на разные приколы и контрпримеры множество. Многочлены с коэффициентами в системе остатка по модулю 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Значит, итак, рассмотрим их. И сейчас будем кучу всяких примеров приводить. Например, так, x минус 1 будет простым, я пока не знаю, будет ли он простым. Может быть, даже он и не простой на самом деле. Если он делится только на следующее множество многочленов. На константы 1, 3, 5, 7, обратимые внутри вот этого кольца. Ну, 1х1 равно 1, 3х3 равно 1, 5х5 равно 1, 7х7 равно 1. Они все сами друг другу обратные. А также x минус 1, 3х минус 3, 5х минус 5, 7х минус 7. То есть, так как обратимых констант здесь 4, то простота означает, что многочлен делится на все обратимые константы, а также на все кратные себе относительно этих обратимых констант. Вот эти вот называются ассоциированные с x минус 1. но я не знаю, простой ли он. Я просто не проверял это. Он запросто может делиться на какие-нибудь там, знаете, 4х3 минус 3 умножить на 2х2 плюс что-то, потому что 4х2 равно 0 в этом множестве, и все старшие степени могут сократиться. Поэтому будьте аккуратны. Я лишь дал определение понятия простоты, но совершенно не знаю, простой он или нет. Вот. Значит, тем не менее, если мы рассмотрим z, например, по 5, z от x, x минус 1 будет простым. Мы знаем, что его нельзя представить в виде произведения двух многочленов ненулевой степени, то есть необратимых. А здесь все числа ненулевые числа, все обратимые. Потому что должна быть формула простого степени. Будет простым, ибо делится только, и это уже точно совершенно, делится только на множество тоже из 8 элементов. 1, 2, 3, 4. Это просто константы. Многочлены равны константам. А также x минус 1, 2x минус 2, 3x минус 3, и 4x минус 4. В поле у нас обратимы все, отличные от нуля. Ну вот, соответственно, все константы ненулевые, они обратимы. Вот. Это нам позволяет, это позволяет в любом поле выбрать канонического представителя. Представителя. канонического представителя. Такого однозначно определенного среди всех многочленов ассоциированных ассоциированных с данным с f от x равным а0 плюс а1x плюс так далее плюс а n x в n. Как вы думаете, какой это будет? Канонический. А вот такой. Он начинается с x в n, а дальше везде нужно поделить на старший коэффициент. В поле это всегда можно сделать. В поле старший коэффициент он нам по условию не нулевой, да, у многочлена. Значит, можно привести вот к такому виду. И вот этот вид и является каноническим, то есть канонический приведенный, единственный приведенный в классе. в каждом классе есть единственный такой представитель. Итак, все очень круто. Для любого простого многочлена существует его каноническая запись в виде приведенного, то есть когда я поделил на старший коэффициент. Поэтому обычно когда изучают многочлены, ну над полями по крайней мере, имеют в виду, что изучают просто приведенные многочлены, чтобы не париться. Вот. И тогда у нас теорема арифметики основная, да? Основная теорема арифметики. Основная теорема арифметики в z по mz от x или вообще в k от x для любого кольца. Формулировка, я только формулирую ее, а где она верна, я потом скажу. Формулировка любой многочлен f от x равен произведению g1 от x и так далее, g r от x, и если он же равен h1 от x и так далее, hl от x, то r равно h и g1 от x ассоциирован с h там какой-то и 1 от x, g2 от x ассоциирован с h и 2 от x другим в разложении. Ну, то есть, другим как? Он может быть совпадать с h1, но имеется в виду, что вот в этом разложении это значит, что они совпадали. То есть, это взаимно однозначное соответствие и так далее. То есть, формулировка, как обычно, формулировка основной теоремии всегда одна и та же. Что любой элемент кольца, в данном случае любой многочленный, есть произведение каких-то других элементов кольца. И если есть другое разложение, да, причем они простые, да, все, все простые. И если есть другое разложение, то можно установить взаимно однозначное соответствие. То есть, одинаковое количество множителей и вот эти множители здесь один и так далее иль, которые иер, да, здесь один и так далее иер, и можно установить взаимно однозначное соответствие, такое вот четкое совершенно, значит, взаимно однозначное соответствие ассоциированности. Ассоциированности. Вот. Но я должен вас ужасно огорчить. Если m не p, то есть, не простое, то все, что здесь написано, может быть неверным вообще с самого начала. Может, например, быть, что мы не можем даже понять, многочлен простой или нет, потому что мы пытаемся его делить на множестве, он все делится, делится и делится. И так до бесконечности можно его делить. Вот он все делится и следующий в свою очередь делится, потом опять делится. То есть, я не уверен, что это верно для вот этих колец, но для произвольных колец точно можно провести такие примеры, что вот вы ввели понятие простоты, но на самом деле вы не можете его реализовать, вы не можете найти ни один простой элемент. Каждый элемент бесконечное количество раз делим на другие элементы вглубь. Но даже если это не так, даже если все-таки есть где-то конец и какие-то простые есть, для этих колец она, ну, совершенно как бы ничего про нее я не могу вам сказать. Она наверняка не верна, но я еще раз повторяю, проблема начинается с того, что вот уже даже такие многочлены вот в таких кольцах не обязательно простые, поэтому рассматривать основную теорему арифметики вот в таких кольцах бессмысленно, она там теряет всякий смысл и всякое применение, да еще и, скорее всего, не верна. Поэтому сформулируем в гораздо более симпатичном виде ее для полей. Для Z по PZ, ну, и многочленов над полями, она верна и красива, но доказывать мы ее будем позже. Сформулируем мы тоже ее в следующем сюжете. благодарю, благодарю, wr spons», «